всем привет продолжаем рассматривать c++ и сегодня рассмотрим шаблоны класса вот и я решил не усложнять вот так как мы это все когда будем разбирать различные алгоритмы либо писать какие-то небольшие проектики будем сталкиваться с теми или иными нюансами в шаблонах вот поэтому я решил это виде простенькая я думаю будет короткая вот на самом простом примере то есть мы уже рассматривали шаблонные функции то есть чего-то нового шаблонных классах но особо нового здесь нету вот вот и и и мы на примере самого простого вот у нас есть вектор мы уже пользовались вектором такой класс контейнер c++ вы вот который там этот динамический массив вот мы им пользовались и также в новом стандарте в 11 или 14 добавил сам просто вот такая вот штучка array вот я решил вот как раз на нем становится это самый простой массив массив который выделяется и инициализируется сразу же то есть он схож просто с обычными сишными массивами статическими то есть вектор у нас это динамическая область памяти а это объекты этого класса у нас обычно это либо локальная память память на стеке либо статическая глобальная вот соответственно давайте просто качестве примера быстренько набросаем этот вот классе да ну в нашем самом простом варианте вот а дальше всякие нюансы потому что все-таки лучше с простых вещей шаблоны разбирать и дальше на примерах на задачах постепенно что-то где-то усложняя уже разбираться потому что нюансов там довольно таки очень много в этих шаблонах вот и в параметрах которые можно указывать не указывать и и т.д. и т.п. и частичная специализация это вы уже слышали полная специализация в общем там хватает вот не воды а там хватает информации от которой можно не зная там основ тронуться но это я так шучу так давайте же напишем аналог этого арея свой собственный массив пишем слово template и указываем класс либо type name тут без разницы т.т. это у нас будет некий тип далее ст.д. еще напишем сайты сайты с т.д. сайты сайты это он сайты переменная которая зависит ее длина зависит от платформы то есть данном случае в данном случае сайты сайты ну здесь одна реализация у если у вас windows можете вся посмотреть то обычно если на это 64-разрядный компилятор то там он сайты long long или если 32-разрядный то он сайты int длина его в общем короче это беззнаковое число она у нас будет принимать длину нашего массива и дальше пишем стракт вот это мы создаем шаблонный класс так что я не понял вот 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 так то здесь мы указали что это будет шаблон который будет работать первым параметром у него будет тип какой-то некий тип вот вторым обязательно можно это назвать частичной специализации можно назвать но она не так называется вторым параметром у нас является беззнаковое число которое будет указывать размер и после чего идет у нас обычное описание там класса структуры есть дальше ну и то где мы это будем хранить хранить мы будем мы создадим для этого добра всего массив как мы создаем массив мы пишем тип имя массива а вот и его размер вот теперь смотрите есть мы это все откинем вот здесь напишем тип вот здесь напишем размер какой-то то то мы могли это как дело могли проинициализировать давайте вот так ттт инт м 100 создаем объект и равно там один два три четыре вот вот таким вот образом то есть это идет инициализация сразу же массива соответственно но как бы компилятор здесь видит мы пытаемся инициализировать что-то а так как у нас этот сложный тип состоит просто из массива целочисленных значений соответственно это все закинется в массив м1234 ну и дальше по стандарту мы знаем если хотя бы один или больше элементов инициализированы то все остальные которые не инициализированы они будут проинициализированы нулями так 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 сейчас что-то у меня тут не собралось сейчас я установлю этот проект для запуска так наверно поставлю на паузу ну да не собралось понятно конечно имя не задал вот теперь давайте запустим вот этот пример и убедимся на то есть это обычный обычная структура которая никакого отношения не имеет с шаблонами вот посмотрим массив 1234 вот то есть так мы его проинициализировать но мы пишем шаблонный класс для 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 любого для массива в любого типа чем и удобно да мы знаем что вместо вот этого т будет подставлен тип ну давайте напишем арной так как это шаблон треугольных скобках мы указываем что мы указываем ну мы указываем что это массив будет типа чар дальше нам надо указать размере ну пусть это будет 5 и имя м не чар аррей вот так есть и можно его сразу же проинициализировать вот так равно 1 2 ну и так далее то есть это запись аналогично вот этой то есть во время компиляции будет сгенерена что будет сгенерена будет сгенерена вот такая вот структура чар 5 и ей будет там а и она будет проинициализирована тем что мы укажем а вот ну давайте проверить как вы видите в самом простом варианте написать вот такой локальные либо статические массивы для работ ну объекты для работы вот с массивами совершенно не сложно давайте посмотрим и увидим 12 а дальше нули все хорошо вот но языки си понятное дело мы не могли указывать любой тип то есть нам надо было описывать здесь же мы можем сразу указать любой тип и сразу же его размер что довольно таки удобно но здесь чего еще нет здесь много чего еще нет здесь нету доступа по папу по квадратным скобочкам на по индексу так как то что это массив хорошо но довольно неудобно было бы если бы мы сами делали доступ к внутренним данным и их разбирали так как это уже си плюс плюс то нужно подобавлять функции удобных функций давайте быстренько их и добавим что обычно у нас есть у нас обычно есть доступ по квадратным скобочкам да по индексу это у нас оператор оператор вот как он там пишется вот так вот сейчас вот так вот эту ссылку и здесь беззнаковое число это будет индекс ретурн дата индекс есть индекс есть вот то есть возвращает какой-то тип то есть сразу представляем что будет сгенерено если для чара вместо этого будет просто чар подставлю все это есть теперь мы можем доступаться к элементам массива то есть брать элементы выводить их и заменять их делать вот так вот к примеру а так как это у нас по ссылке идет если бы это было бы не мы не возвращали бы не ссылку то 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 она вот сейчас у нас собирается давайте уберем ссылку попробуем собрать и как видим ошибка l-value оперант короче требую у l-value нету как бы у этого объекта скажем так нет доступа нет возможности записать а вот так как это какой-то временный объект потому что в данном случае будет создан временный объект в которой будет скопировано вот это значение вот и возвращен а временный объект это временный объект и l-value это такая штука у которой есть адрес у временных же объектов адреса нету вот в новом стандарте языка c++ появилась такая штука как r-value но об этом мы еще поговорим как-нибудь соответственно здесь нужно вот такая вот ссылочка соответственно здесь возврат не временного объекта а реального объекта по конкретному индексу соответственно ему можно присваивать какое-то значение есть доступ есть но по хорошему по хорошему надо бы еще сделать так чтобы у компилятора была возможность выбирать когда и какой оператор использовать в данном случае вот здесь скорее всего будет используем вот этот оператор конс потому что никаких изменений не происходит а в этом случае вот этот есть что нам еще не хватает нам еще не хватает функции которая узная с помощью которой мы сможем узнать размер нашего массива добавим ее сайз назовем и сделаем турн а сайз вот того что сюда заходит вот видите на на этапе компиляции опять вспоминаем все это будет заменено т будет заменено вот этим а вот это сайз заменено конкретным значением собираем все собирается без ошибок ну что еще здесь не хватает здесь на самом деле если брать классический остальную реализацию этого массива то там есть функции front и back которые возвращают первый элемент значение первого элемента и последнего ну я этого делать не буду так как решили что видео будет коротенько это будет вам домашнее задание ну на самом деле домашнее задание будет посложнее так давайте еще добавлю то чего еще точно не хватает не хватает это указательно на реально этот массив данных вот так вот дата ратурн м дата из языка си мы знаем что вот такая запись на самом деле означает просто там т звездочкой дат вот просто для записи массива есть различные способы для представлений вот поэтому здесь это все нормально то есть м дата по факту содержит адрес первого элемента массива ну и это то что мы возвращаем и можно менять и давайте то что нельзя менять а вот 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 попробуем собрать все собирается все отлично и теперь вот у нас есть наш classic массив который похож по работе по который похож с обычным сичным массивом он располагается в локальной либо статической памяти здесь нету динамических операторов вот и он максимально быстро будет работать не то что максимально можно сказать будет работать так же быстро как и обычные сичные массивы вот поэтому используйте либо стандартный array либо напишите вот такой свой когда вам нужен просто массивы конкретной длины с конкретными значениями либо же просто массивы которые выделяются локально либо на стеке на стеке локальной памяти либо в памяти статическая вот она в глобальной вот соответственно выделение памяти уже будет произведено либо нас при старте перед стартом программы вот когда программа будет запускаться ну то есть выделение памяти на стеке либо в статической памяти в глобальной работает гораздо быстрее чем динамическая память потому что для динамическая вы знаете менеджер памяти должен еще найти этот свободный участок на статической памяти это известно на этапе компиляции вот здесь известно на этапе компиляции какой массив какой раз длины должен быть соответственно память будет выделен вот поэтому вектор штука классная и удобная но довольно таки часто гораздо удобнее пользоваться вот таким вот массивом и мы не используем обычные сишные массивы чар буфер вот вот потому что все таки тут еще по хорошему надо добавить функции по аналогии с вектором там функция от которая контролирует выходим ли мы за пределы или не выходим массива вот ну и как домашнее задание посмотрите реализацию стандартного аррея и подобавляйте ну как даже как не реализацию не реализацию а лучше набор функции которая есть у этого аррея вот вот так отвлекли извините чего там говорил не помню то есть посмотреть реализацию то есть набор функций для вот этого арея и сделать их самим ничего сложного нету как мы видим мы здесь просто оперируем с некими типами вот можно конкретно сделать сделайте часть полную специализацию а вот по аналогии по аналогии с шаблонами функциями сделайте полную специализацию к примеру для конкретного типа но для какого-то конкретного вот ну к примеру может быть вместо этого тем на будет у нас не чар вектор стд там вектор получается массив векторов какой-то вот ну попробуйте вот реализовать то есть тут еще как минимум надо штуки 3-4 функции дополнительных но и в принципе его так уже сойдет можно работать дальше в качестве домашних заданий я еще рекомендую сделать свою реализацию то есть этого массива сделать а потом сделайте свою реализацию вектора вот то есть динамического массива то есть где у нас уже ты будет тут звездочка а вот и соответственно для которого нужно выделять память вот выделять память дальше если при добавлении элементов память закончилась то что нужно нужно выделить новый участок памяти скопировать старые элементы добавить новый элемент удалить старый участок памяти то есть это интересный ну как бы участок работы он интересный и познавательный в образовательных целях вот поэтому крайне рекомендую сделать для понимания более менее что такое шаблоны еще свой класс вектор и сравнить его работу с со стандартным вектором вот сравнить его с работу стандартным вектором можно сделать дело вот вот так вот ну тут еще написать всякие конструкторы копирования конструкторы операторы прислания и т.д. и т.п. и здесь повыводите out это я схематически пишу а вот так вот и в операторах присваивания в конструкторах копирования тоже повыдите информацию и дальше запихнуть вот это в стандартный вектор и посмотреть что будет на консоли как он будет работать с элементами где будет вызываться сколько раз будет вызван конструктор сколько раз конструктор копирования сколько раз оператор присваивания сколько раз деструкторы будут вызваны потом запихнуть это в свой создать свой вектор написать и запихнуть свой контейнер и посмотреть как работает ваш контейнер аналогичен ли порядок вызовов конструкторов деструкторов оператора присваивания тому как вызывается в стандартном векторе или нет вот то есть попытаться довести свой класс до До такого же порядка вызова всего Как и в стандартном векторе Это очень хорошее задание Я просто когда-то сам такое задание делал Давненько Решил написать свой вектор Для того, чтобы разобраться более-менее Что такое шаблон И могу сказать, что на том этапе Понятное дело, опыта мало Было знаний мало Задачка так себе потрепала нервы Особенно, чтобы добиться Такой же работы, как и В стандартном векторе Поэтому в качестве домашнего задания Напишите реализацию своего вектора То есть доделайте вот этот Array Подобавляйте свои функции Вот прямо сейчас заканчивается видео И с чистого нуля Берете, не подсматривая Пишите свою реализацию Array Потому что копипаст очень вреден Потом сделали Все отлично Потом берете и пишите вектор Вот Поэтому По шаблонам я думаю все Вот именно разбирать Вот А дальше мы уже на всяких Стояльных алгоритмах Всевозможных Там возможно будем Свои алгоритмы писать Не привязываясь к типу Вот И там уже на конкретных примерах Уже будем Разбирать всякие нюансы Нюансов очень много в шаблонах Вот И я далеко не все знаю Самому в некоторых вещах Нужно будет тоже разбираться А вот Поэтому все Поэтому шаблоны будут Они всегда будут Использоваться нами Ну как не то что всегда Но Не переживайте Все еще будет Все еще впереди Вот Поэтому все Всем спасибо за внимание Делаем это Делаем домашнее задание И все у нас будет доброе Вот Поэтому все Делимся Подписываемся Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok